В крайнем разе, вот на днях, мы обсуждали серию семинаров, практику новых. Люди все, вот под всеми роликами, у Дины, у Николая, у Марата, все пишут одно, дайте практики, дайте практики, дайте упражнения, дайте инструменты в руки, с чего начать, чем закончить. И мы с тобой обсуждали возможность дачи практик по работе со страхами. Давай предметно на раз, два, три распишем календарный план, когда мы можем людям это дело торжественно под музыку передать. Вот в двух словах, какой план мероприятий по практикам? Намечены даты, это конец сентября, 28-й, 29-й, надо точно уточнить будет, но вот конец сентября. 29-й, суббота. Да, потому что там поездки ожидаются и не хотелось бы комкать. А еще надо обязательно добавить, что первый практический семинар – это основа будущих знаний, которые люди смогут получить. Вот если мы первый, самый базовый курс не пройдем, то в этом случае все остальные занятия будут абсолютно бесполезны. Я никогда не делаю так, чтобы вот просто дать что-то и уйти. Я сейчас стремлюсь дать так, чтобы люди взяли на вооружение, это отработали и дальше как основу, как ступеньку используют для подъема на следующий уровень и так далее. Поэтому это первая самая основная такая ступенечка для будущего понимания то, что происходит вообще с нами, с людьми, что происходит в этом мире и как здесь что-то дальше делать. И вот поэтому, как показалось, опять же, практика, а мы говорим о практике, да, занятие такая, это автология получается. Но люди, которые не знают, что такое страх, его природу, откуда он берется и самое главное, что с ним делать, они всегда находятся под страхом. А если они находятся под страхом, то в этом случае страхами управляет. И получается парадоксально, живые люди не живут. Они находятся под страхом. Вот наша задача разобраться с этой базой, убрать страх как управителя нашей жизни и стать хозяевами жизни. Вот на этом простом уровне. То есть, в принципе, мы будем говорить о дееспособности в этой жизни, да, о выведении человека из-под влияния, под управление страхом. Я слышал, что методики работы со страхами, да, есть, ну, там, у некоторых спецслужб, да, у некоторых там спецназов, да. Но, понятное дело, это для боя, для краткосрочных каких-то задач. Есть ли какие-то отличия того, что ты будешь давать, от того, что дают, ну, эти наши умудреные опытом дядьки? Я общался с разными людьми, которые связаны с разведкой, спецназом и так далее. И я слышал совершенно разные методики. Вот есть методика современная, где людей просто подготавливают, так вот жестко, вдавая им установки на уровне НЛП, на уровне других психологических практик. Я считаю, что это, конечно, все действенно, это здорово, но это экстремальные и экстренные случаи, когда необходимо что-то вот решить здесь, на месте, сейчас. И не всегда, не всегда, опять же, люди, которые оказываются вот с такой подготовкой в обычной жизни, могут себя повести адекватно. Иногда случается так, что какой-то срыв, и они как на войне начинают себя проявлять. То есть у них натасканность, как у собак, на какое-то определенное действие, на какую-то команду. И если, не дай Боже, эта команда, это действие произойдет в реальной жизни, будут серьезные проблемы. Я же отталкиваюсь от другого, от того, как наши предки жили, и что они делали, и как они не боялись. Не боялись идти на врага, не боялись в открытую сказать о том, что им не нравится, или о том, что необходимо сделать. Не переживали за свою шкурку, но при этом не были зомбированы, не были жестко подсажены в какую-то установку. Вот это самое главное. Страх тогда у них являлся всего лишь на себя предохранителем в их жизни. И вот как это сделать, как сделать так, чтобы страх не являлся только предохранителем, который можно отключить в случае чего, вот это как раз и будет предметом нашей практики, нашего практического семинара, наших практических занятий. Я вот понимаю, что когда мне было 23 года, я был очень стеснительный. То есть реально я боялся заголовить. Причем дело не только с девочками, но с начальством. Ну то есть страхи вот такие, осязаемые, я их помню, да, и сравнить меня с теперешнего, когда у меня вообще по барабану. Хоть к Путину в кабинет, я даже не дрогну. То есть я знаю, что на раз-два-три говорить, я понимаю, что внутри там какие-то структурные изменения произошли. У меня есть на что опереться, я знаю, как дышать. Причем я даже не думаю об этом. И соответственно у меня есть какая-то сила. Вот работа со страхами, она имеет отношение к силовым практикам. К практикам опоры, к практикам стержня, к практикам доблести. Вот ну просто я понимаю, что это дело такое, мы сейчас тут не начнем практику показывать. Ну может быть какие-то тайны ты раскроешь? Дело в том, что я показываю основу. На этой основе строятся любые другие практики. Можно при желании построить любые, все перечислены к обоим можно построить. Вот если основа есть, фундамент, ты можешь построить дом. Нет фундамента, дом развалится. Естественно универсального фундамента, софундамента в строительстве нет, потому что разные дома. Но в жизни нашей, к счастью, есть вот этот универсальный, фундаментальный подход и основательное понимание. Вот если мы это понимаем, если мы это через практику доводим до разума и вводим это как в обычную жизнь, как в практику обычной жизни, тогда любую из причинных к обоим практикам мы можем наложить вообще без проблем. Хочешь боевую, хочешь такую, хочешь сякую, хочешь этакую. Успех тебе нужен в жизни? Да пожалуйста. Хочешь стать каким-то известным человеком? Тоже пожалуйста. Хочешь, чтобы побеждать? Да тоже без проблем. Любая практика, любая установка сюда уже ложится. Этим отличается то, что я даю от многих психологических практик. Потому что я не психологию даю, и я не зомбирую никого, и я НЛП не занимаюсь, и тем более гипнозом. Я даю кое-что другое. Основу. Ты сказал два важных слова. Я даю кое-что другое, запятая, основу, да? И так хочется отряд, что это третье, чтобы стало хоть понятно, основа это что? Основа это то, что является основой жизни. Вот я же не просто сказал, когда вы живете по страхам, вы существуете, вы не живете. А вот когда вы страх переводите в состояние предохранителя, то тогда вы живете, вы хозяин жизни. Вот основа хозяина жизни. Наша сейчас проблема в чем? Вот обрати внимание, ты общаешься с людьми, давайте что-то сделаем, давайте. И тишина. Вот нас гнетут, нас уничтожают. Дальше что? А вы что-то делаете? А дальше мы сидим на диванах, смотрим телевизоры и так далее. Это говорит о том, что нас посели безнадегу. Есть такая болезнь безнадега. Вот она засеяна во всех нас. Потом вторая болезнь, это трава цивилизации. Что от тебя ничего не зависит, ты человек маленький, займись собой, только собой, больше ничем и так далее. Ну, что ты рыпаешься? Вот это все можно спокойненько убрать без причинения проблем для головы, без, опять же, еще раз, зомбирования, без каких-то психологических практик, которые угнетают сознание человека или подавляют его. И без каких-то революций, без потрясений. Само собой, само собой, любое новое знание требует подготовки. Это само собой. Прежде чем что-то налить в стаканчик, необходимо из нее что-то вылить. Поэтому, когда человек отравленной цивилизацией приходит на мои занятия, хочешь не хочешь, ему придется чем-то пожертвовать. Убрать ту заразу, которая уже вот так вот достала, и он хочет ее, ну, жабу сидит, там у нее давит. Вот это всех на проехах. Вот эту жабу необходимо или подвинуть, или вообще в сторонку туда убрать. Иди, мол, отдохни, иди к другому. Поэтому все равно какие-то будут подвижки. Но без революционных. Вот это самое главное. Это строится на естестве бытия. Ну, да, третий сказал. Хорошо. Если какие-то, может быть, примеры интересуют, ну, вот, может, вы что-то какие-то примеры спросите. Ну, да, то есть, хотелось бы понять, для кого сам практику предназначен, да? То есть, какие случаи жизни, ну, наглядно иллюстрируют, где страх есть, где его нет, где люди умеют с ним работать, а где, как с добрым утром, до свидания, ничего не знаю, и так далее. Ну, давайте такой страх, интересный, в виде фобий. Понятно, когда кто-то что-то испугался, ну, всякое бывает, да? А вот когда уже фобия, это постоянная основа. И если правильно с человеком провести эти практики, если правильно по полочкам все разложить, и самое главное, через его осознание, а не просто, опять же, через зомбирование человека, то тогда происходят некие чудеса. К примеру, человек боялся скорости, боялся летать на самолетах, боялся высоты. Буквально вот проходит какое-то время, человек после практики начинает применять вот эти основы в жизни, и у него эти фобии куда-то деваются. Скупает себе билеты на самолетах. Он не то чтобы скупает, он просто не боится летать, и когда ему нужно полететь, он летит. Когда ему надо сесть за руль, он едет. До этого у него, конечно, были права, но за руль, чтобы сесть и куда-то ехать, нет. Были случаи, когда человек, например, из Сибири приезжал в Москву самостоятельно после этих занятий, после практик, а до этого вообще за руль боялся сесть. А тут, представляете, вот первая поездка, его садится за руль и едет. Кто-то боялся с людьми разговаривать, вообще боялся. Кто-то боялся темных каких-то там улиц, мало того, комнаты свои темные боялся. Спал с включенным светом. После осознания расстановок по местам всех-всех-всех вот этих моментов и понимания причин страха, он спокойно выключает свет, говорит всем «до свидос, спокойной ночи». И все. И встает проснувшийся, довольно счастливый. А до этого все, свет обязательно, хоть какой-то он должен гореть. Хоть какой-то. Ну, понятно. То есть в полночь на кладбище назначить свидание уже не будет бояться никто. Ну, если не испугаются, например, избранницы, потому что, я думаю, такого должно быть много избранниц, прийти к сумасшедшему на кладбище «до свидания», ну, в этом случае, наверное, да. Понятно. Спасибо.